Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули. Сегодня мы с вами будем кушать вот такие вот эклеры. Это от бренда Азза. Их мне принесло жаль, когда приходила ко мне в гости. Мы настолько подружились. Мы прям сегодня целый день бойцами общаемся. Не знаю, даже после съемок видео мы сидели, болтали, пили чай. И вот на самом деле мне, сколько бы у меня не было подписчиков, иногда мне реально не хватает просто какого-то общения. Ммм, внутри крем нежный. Вот реально порой мне не хватает просто обычного человеческого общения. Мне в этом плане очень понравилось жаль. Мне кажется, что во многом мы одинаковые, мы смотрим на мир одинаково. Мы сидим, например, пьем чай, и она о чем-то рассказывает. И у меня такое ощущение, что это я просто через 5-7 лет. Какие 5-7? Через несколько лет. Какие эклеры вкусные. Ммм, сладкоежки. Это просто рай. Их было больше половину мамы схемячила. Внутри вот такой вот крем. Спасибо всем огромное за хорошие слова, которые вы написали под видео. Жали. Я просто была уверена, что она вам понравится. Потому что мне она понравилась, а мы с вами одинаковые. Когда я говорю своему парню, что мне не хватает общения с девочками, он говорит, считай, что я тоже девочка. Ты можешь мне рассказать все, что угодно. А меня это немного иногда пугает. То есть он говорит, что я для тебя и подруга, и брат, и сестра, и все. Для меня существует разделение. Вот это подруга. С ней можно обсудить эти темы. С парнем эту тему не обсудишь. А мой парень мечтает, чтобы все обсуждалось именно с ним. И только с ним. У меня была подруга. Она считала, что ее отношения намного важнее любой дружбы. Я так не считаю. Я считаю, что каждый человек имеет свое место в твоем сердце. Меня очень настораживают люди. Женщины, у которых нет подруг. Это характеризует человеку. Вот иногда вот эти запреты. моего парня, он считает, что самое главное, это он. Мой брат считает, что самое главное, это брат. Все остальное. Муж сегодня есть, завтра нет. Брат как родной на всю жизнь. Как ты это не понимаешь? А на мой взгляд, каждый человек имеет свое место. Вот, например, Жале вчера болтали. У меня такое было ощущение, как будто я ее полжизни знаю. Я просто начинаю рассказывать какую-то историю. Жале уже концовку рассказывает, чем закончилась эта история. Бабушка моя увидела, жаль ее такая, говорит, ничего при ней не сказала. Потом, когда она ушла. Господи, какая она худенькая. Наверное, тяжелая у нее жизнь. Я так смеялась. В смысле тяжелая жизнь. Человек спортом занимается. Офигенная фигура кубики. Здоровое питание. Наверное, тяжелая у нее жизнь. Я объясняю бабушке. Она специально занимается спортом. Как вы думаете, что сказала бабушка? Да, она специально так говорит, чтобы не рассказывать о своих проблемах. Бабушка кадр, вот реально. Иногда бабушка рассказывает, ну как там твой парень? Я говорю, ну нормально. Служит да в армии. Это хорошо, говорит. Защищать тебя будет. Я говорю, какой хороший показатель. Пошел в армию, значит все. Будет защищать. Бабушка мне дает уроки пикапа. Или как правильно называется. Бабушка всегда говорит, скажи своему парню, твоя мама, моя мама. Я с удовольствием буду жить с твоей мамой. Чтобы он увидел, какая умная девушка. Я говорю, к чему лицемерие? Зачем это надо? Вкуснотища, я прям не могу. Я прям, знаете, тает во рту, прям кайфую. Я не очень люблю эклеры. Но здесь крем такой, знаете, прям воздушный. Читаю комментарий. И многие просят еще одно видео с жоли. Обязательно будет. Пишите в комментариях, что мы будем есть. Что вам интересно? Суши же были. Может, какой-то фастфуд в качестве исключения от жоли. Потому что она питается правильно. Я исключительно неправильно. Если круассанчики, то это штук 10. Если это бургеры, штуки 3. Ну, я думаю, что в качестве исключения можно. Давайте поотвечаю немножко на вопросы. Как звать твоего парня и его близнеца? Как зовут его близнеца, я не могу сказать. Но у меня очень, знаете, какие-то странные чувства по отношению к его близнецу. То есть у меня такое ощущение, что это он же. Не знаю, я его тоже как братика люблю. Хотя мы с ним так лично не знакомы. У меня вот безграничное к нему уважение. Не знаю, мне он так нравится, он такой масечка. В общем, возможно, я какая-то, ну, дурочка. Не знаю, никогда не видела близнецов и все дела. Но у меня такое ощущение, что у меня, у парня, есть копия. То есть не как будто это другой человек, у которого отдельная мысль, отдельная голова. У меня такое ощущение, что это один и тот же человек, просто их 2. 2 штуки. В общем, я с безграничным уважением к нему отношусь. Я ему тоже сказала, что... Я ему сказала, что ты будешь для меня всегда необычным человеком. Он такой, в смысле? То есть у меня к тебе будет всегда другое отношение. Он такой культурный, он такой масечка. Тоже такой грамотный, такой знает, где что сказать. В общем, девочки, налетаем. Следующий. Почему нет? Если мы можем себе позволить съесть 8 круассанчиков. Почему ограничивать себя одним? Сладкие. В общем, в целом могу сказать так. Я очень довольна всем тем, что происходит в моей жизни. Единственное, что я собираюсь изменить в ближайшее время. Я хочу больше времени посвящать себе. И меньше работать. У нас есть одногруппница. Она общается хорошо с Аишей. И она просто взяла и ушла с работы. Уволилась. Просто решила отдохнуть. Иногда мне хочется так сделать. Написать заявление. Взять и уйти с работы. Лежать на каком-то гамаке. Ну, типа, я отдыхаю. А потом через 4 месяца, как угорело, искать работу. А потом через 3 месяца. Улыбной. А потом через 3 месяца. Отлично. Привет, Айка! Как ты считаешь, рано ли прокалывать нос в 14? Вообще, я считаю, что нос нужно прокалывать в подростковом периоде. Нос нужно прокалывать как раз-таки по глупости, по молодости, потому что, повзрослев, тебе скажут, тебе уже не 14 лет, чтобы прокалывать нос. Мне мама так сказала. То есть, я задумывалась об этом прям недавно, и мама сказала, ты что, нос прокалывает в 16. А когда в 16, я просила у нее, сказала, будет 18, будешь делать все, что тебе угодно. Замкнутый круг какой-то получается. Ну да ладно, и так нормально. Очень вкусные. Но они очень калорийные. Жирные. Внутри такой крем. Даже не крем, это взбитые сливки. Очень сладкие. Эта кнопка. Они очень вкусные. Эта кремова. Субтитры сделал DimaTorzok Последний попик остался В общем, на этом все, мои хорошие Было очень вкусно, я съела прям все смела Было их, по-моему, 8 штук Очень вкусно, обязательно покупайте Даже не задумываясь, но они калорийные Для вас 1-2 будет достаточно Всех люблю, целую С вами Блайка Эмили Обязательно подписывайтесь на мой канал И обязательно на инстаграм, потому что именно там Все самое важное и самое интересное